Сегодня мы будем делать очень легкий дневной макияж и начнем с нанесения базы. Мы придаем коже легкий оттенок и увлажняем ее при помощи увлажняющего тонального геля для лица, свежий персик. Гель выпускается в двух цветах, которые мы смешиваем для получения идеального оттенка. Наноси средство кончиками пальцев, начиная с центра лба по направлению вниз и к краям лица. У геля великолепная текстура, он легко наносится и прекрасно впитывается. Используй чистый спонж для макияжа Верими, чтобы завершить нанесение. Ты можешь скрыть все дефекты кожи при помощи стик-корректора, палочка-выручалочка. Точечными движениями нанеси средство на проблемные участки кожи и распредели его кончиками пальцев. Используй корректор Клик Кит, розовый оттенок, чтобы осветлить кожу вокруг глаз. Нанеси средство точечными движениями и распредели его кончиками пальцев. Заверши макияж лица с помощью матирующей компактной пудры «Лучшая подруга». Ты можешь наносить пудру аппликатором, но мне больше нравится кистью, поэтому мы используем кисть для румян Верими. Просто возьми кистью немного пудры и нанеси на лицо легкими движениями. Ты можешь подчеркнуть брови, используя двухсторонний карандаш для глаз «Двойная игра» — оттенок «Орех» и «Шоколад». Используй коричневую сторону карандаша. Легкими штрихами прокрась линию бровей. Теперь причеши брови. Я использую чистую щеточку от старой туши. Сначала причеши брови вверх, а затем по направлению к краям лица. Переходим к макияжу глаз. Мы используем тени для век сладкая парочка «Мастер» и «Маргарита». Нанеси светлый оттенок на века, работая от внутреннего уголка глаза к внешнему. Нанеси немного теней вокруг внутреннего уголка глаза. Это сделает взгляд более выразительным. Используй маленький кончик аппликатора, чтобы нанести темные тени на складку над веком. Затем растушуй тени большим кончиком аппликатора по направлению к бровям. Для более мягкой растушевки ты можешь использовать кисть для румян «Лэри Ми». Вместо подводки нанеси темный оттенок теней узкой частью аппликатора под линией роста нижних ресниц. Старайся наносить тени предельно близко к ресницам, работая от внешнего края глаза к внутреннему. Мы используем карандаш для глаз, чтобы подчеркнуть верхнюю линию ресниц. Мы снова берем двухсторонний карандаш для глаз, двойная игра, оттенок орех и шоколад. Используй коричневую часть карандаша, аккуратными движениями подведи линию верхних ресниц. Растушуй линию подушечкой пальца. Теперь настала очередь туши. Мы используем тушь для ресниц ультраобъем. Не стоит наносить слишком много туши, если делаешь дневной макияж. Для равномерного нанесения закрывай глаз, окрашивая ресницы. Наноси тушь зигзагообразными движениями. Подкорректируй макияж с помощью чистой влажной ватной палочки. Добавь коже румянец, используя розовый оттенок румян, сладкая ягодка. Аккуратно нанеси румяна чуть ниже самых выступающих точек на скулах. Чтобы макияж оставался свежим и выглядел естественно, проделай то же самое с матирующей компактной пудрой «Лучшая подруга». Для губ мы используем блеск «Твое настроение». Оттенок «Цветочная мечта». Это приятный, слегка блестящий, естественный розовый оттенок. Блеск содержит натуральный экстракт дикой розы. Распредели блеск с помощью кончика аппликатора. Готово! Очень естественный и привлекательный дневной макияж. Больше советов и подсказок по нанесению макияжа, а также весь продуктовый ряд Верими ты найдешь в разделе Верими на сайте Арифлейм или на нашей страничке в Facebook. Это продукты, которые мы использовали в мастер-классе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова